Всем привет, меня зовут Юля, и сегодня я расскажу вам о книгах, которые успела прочитать в мае. Я обещала вам несколько подборок с прочитанным за этот месяц, потому что действительно книг накопилось у меня много, и более того, это произведения, на которые мне хочется обратить ваше внимание, рассказать про них более так концентрированно и акцентированно, поэтому сегодня все самые великолепные произведения мая. А вы мне, конечно же, в комментариях напишите, какими книгами запомнился вам уходящий последний месяц весны. Я постараюсь обратить тоже на них внимание, и, возможно, на летнее чтение себе уже что-то интересненькое примечу. И начну я с самого актуального и для себя, и мне кажется, в целом. Это два тома графической адаптации романа Фрэнка Герберта «Дюна». Я думаю, что про Дюну вы от меня наверняка слышали, потому что это одна из моих любимых научно-фантастических книг, и была она у меня и в лучших книгах за год, и в топе научной фантастики, и это действительно то произведение, которое, мне кажется, стоит прочитать, ну или хотя бы попробовать прочитать абсолютно каждому. И вот, кстати, замечательная версия, чтобы познакомиться с этой историей – графическая адаптация, потому что это официальная графическая адаптация именно романа, не фильма. Выполнена она сыном Фрэнка Герберта Брайаном, который уже много лет хранит наследие отца, и сам дополняет его новыми книгами, продолжениями, приквелами. На русском языке эти комиксы выпустило издательство Камильфо, и я вам обязательно в описании к видео оставлю ссылки, где можно приобрести, потому что, когда я в Телеграм-канале похвасталась, что вот забрала книги, сейчас начну их читать, некоторые удивились и говорили мне, что пропустили выход этой адаптации, поэтому все явки и пароли я вам обязательно оставлю. И вот у меня часто такое бывает, особенно с графическими адаптациями, не побоюсь этого слова, великих романов, что берешь в руки книги и думаешь, ну как эту невероятно объемную и насыщенную образами книгу, ну как из нее можно сделать комикс? Но, как оказалось, совершенно замечательно, потому что, с одной стороны, это действительно другое визуальное воплощение знаменитой книги, но, с другой стороны, это все та же история Пола и Джессики из «Дома от Рейдесов», только рассказана она другим языком, но от этого даже интереснее, потому что важными становятся не только смыслы, но и образы, которые в этих комиксах очень атмосферно переданы с помощью рисунка, цвета, раскадровки. Здесь даже на обложке, даже на форзаться стоит обратить внимание, потому что уже они задают атмосферу, и вот ты открываешь книгу и погружаешься в эту историю. Кстати, еще интересный момент обложки для этих изданий делал художник, который в 80-е рисовал комикс по самой первой экранизации, та, которая Дэвида Линча с Кайлом Маклахлиным и Стингом. И я сейчас улыбаюсь, потому что я когда-то в детстве этот фильм смотрела из-за Стинга, и я помню, что я ни черта там не поняла, и насколько же классно сейчас во взрослом возрасте открывать для себя эту историю, распробовав ее уже и совершенно точно в нее влюбившись. Ну и, к слову, об актуальности вышел же недавно трейлер второй части экранизации, поэтому если вы тоже, как и я, ждете осеннюю премьеру, обязательно обратите внимание, что, конечно же, можно и перечитать книгу, и познакомиться с новой версией, с визуальной версией. Эти комиксы абсолютно от души советую, потому что это тот пример, вот насколько грамотно и насколько классно можно сделать именно графическую адаптацию, захватив и смыслы, и передав их очень здорово с помощью образов. И на этом с актуалочкой и с графическим на сегодня все перехожу к романам, которые, от которых мне просто срывало голову. И вот очень часто в своем прочитанном я разделяю таким образом произведения, рассказ о книгах, что сначала я рассказываю вот про самое-самое понравившееся, и вот сегодня мне это сделать невероятно сложно, потому что книг не очень много, и я выбирала специально в подборку произведения таким образом, чтобы вы на все обратили внимание, но вот если бы мне просто вот под дулом пистолета заставляли на какую-то книгу прям вот сакцентировать ваше внимание, я бы обязательно в первую же очередь рассказала вам про «Красные цепи» Образцова, и вдогонку я еще и перечитала «Молот ведьм», потому что невозможно этого было не сделать, и поэтому расскажу про новое для себя произведение, и про то, как изменилось мое отношение ко второй части, потому что я с нее когда-то начинала. И давайте вот немножко сначала про историю моего знакомства. В прошлом году мне друг подарил «Молот ведьм», расхвалил эту книгу, правда с предупреждениями расхвалил, но я все равно взяла читать, плюс я сама тогда была в Питере, и у меня настолько здорово «Молот ведьм» соотнесся с атмосферой весеннего города, тогда еще такого довольно промозглого, и с атмосферой вот дорожной истории, потому что я ее в поезде читала. Было невероятно круто, но когда я рассказала про нее на канале, меня начали спрашивать по двум направлениям. Во-первых, был ли здесь Гронский, и он действительно здесь был, но такими воспоминаниями, и Алина, которая вела расследование, она больше про него вспоминала, что вот у них там было дело, и куда-то он пропал, и она пыталась его найти, но в итоге она приходила к выводу, что и сама она все может делать. Поэтому я про этого персонажа особо не задумывалась, и отвечала в комментариях, что ну да, в воспоминаниях он был, но он тут вообще не главный герой. Да, в общем-то, как и сама Алина. И мне в ответ на эту информацию говорили, что обязательно прочитай «Красные цепи», потому что здесь есть такой персонаж, вот которого невозможно не влюбиться, и тебе точно понравится. И вот если, резюмируя свою историю, знакомство с этим циклом, начинать с «Молотой ведьм» действительно можно. Это полноценная история, которая рассказана от первой до последней страницы, и вот все, она закончена. Но вместе с тем, если вы начнете читать по порядку с «Красных цепей», вы гораздо больше действительно удовольствия получите от «Молотой ведьм». И я, когда «Молотой ведьм» начинала, я не могла довольно долго разобраться, действительно ли здесь есть мистика, или это инквизитор, который убивает девушек, и он просто сбрендивший, и никаких ведьм на самом деле нет. То есть до определенного момента я думала, что даже когда шло какое-то мистическое описание, я думала, что может у кого-то глюки, или там окажется, что под веществами что-то происходит. В общем, я долго не могла ладу дать, именно есть ли здесь мистическая составляющая. Но в «Красных цепях» такого вопроса вообще не встает, потому что здесь мистика шарашит просто вот с каждой страницы. И если вы хотите обалденную городскую историю, которая будет очень плотно привязана к Петербургу, причем настолько плотно, что здесь хочется буквально отмечать места, куда тебе захочется потом сходить, или совсем не захочется. Но я для себя отметила пару улочек, куда я максимально солнечным и теплым днем постараюсь заглянуть просто, чтобы увидеть место действия. Одна из главных прелестей этой истории – это действительно атмосфера. Она такая вязкая, невероятно наполненная мистикой, магией, темными ритуалами, древностью. И я, конечно, вам дословно описание здесь не воспроизведу, но вот меня особенно зацепил один момент, который в целом описывает атмосферу и то, чем является Петербург на страницах этой книги. Вот была вязкая трясина, было болото, и там резвилась всякая нечисть, всякая хто-нибудь там присутствовала. Потом ее задавили каменными плитами, потом сверху вырос город, и все больше и больше вот эти темные силы там в этой болотной жиже вспрессовывались, но иногда они прорываются на поверхность города, и иногда происходят всякие жуткие вещи. И я вот когда это читала, у меня прямо вот аж, не знаю, такое сладкое читательское замирание внутри было от того, насколько тебе нравится этот текст, насколько тебе нравится переданная атмосфера. Итак, давайте про сюжет. Начинается здесь все с жестокого убийства. Девушку, которая работала в баре, убивают, расчленяют, ну, вернее, из нее достают определенные органы, из нее сливают кровь, и явно это похоже на какое-то ритуальное убийство. И так уж получается, что это очень жестокое убийство в личном плане сразу задевает двух людей. Во-первых, Алину Назарову, которая является судмедэкспертом, и она практически случайно приезжает на это место преступления, потому что в дальнейшем выясняется, что это уже не первое убийство, и вот именно Алину от этого ограждали. Вернее, работала над этими убийствами определенная команда, и это первая же зацепка, зачем власти, зачем ее начальнику было скрывать и не допускать ее именно к этим телам. У Алины есть собственные мотивы, и для нее это действительно очень важное и убийство, и преступление, и ей нужно разобраться, не буду вам спойлерить, но это кое-как связано с ее личной драмой, с историей ее семьи. И, во-вторых, убийство работницы бара затрагивает и Родиона Гронского, у которого это любимый бар, это единственное его место отдыха, и с этой девушкой у него не было каких-то особо романтических отношений, но просто вот он приходил, мог с ней поговорить, и это была чуть ли не единственная для него вот такая родная, теплая, дружеская душа. Родион Гронский похоронный агент изначально. И да, ребята, все, кто написал мне уже после прочтения «Молота ведьм», что читай обязательно «Красные цепи», и здесь ты найдешь своего героя, героя своего романа, то вы были все абсолютно правы, потому что именно и отдельно Родион Гронский, и вот в паре с Алиной Назаровой, как они вели расследование, и как они взаимодействовали, это для меня абсолютно идеальная расследовательская парочка. Они мне очень напоминали вот на таком каком-то, не знаю, читательско-ощутимо-глубинном уровне, с Калли и Малдора. Возможно, я буду глупа в своем сравнении, но я не раз говорила, что это мой самый любимый сериал, вот когда есть в книге такие слагаемые, как мистика, как парочка, еще и по характерам напоминающая, с одной стороны, скептика, потому что Алина Назарова, ну, субмедэксперт, она ученая, она с медицинским образованием, то есть она не верит изначально ни в какие ритуалы, ни в какую мистику. И с другой стороны, Родион Гронский, который явно в жизни уже повидал и с чем-то он сталкивался, и он гораздо более открытый к странным всяким вещам, то есть начинает он расследование, и первые же там у него гипотезы как раз связаны с тем, что органы не просто так достают из тела. И вот когда я на странице встречаю такую парочку, мистику, атмосферу, я думаю, ну вот просто это секретные материалы, вот как я их люблю, вернее, за что я их люблю, тоже я нахожу здесь, и на страницах книги. И чисто сюжетно получается, что здесь мы наблюдаем за ведением расследования как бы с двух сторон. С одной стороны Алина Назарова, отвечающая за представителей власти, все-таки она работает в полиции, хотя там много чего интересного она раскопала, и по итогу она практически вот самостоятельно с Гронским ведет это расследование. Гронский же тоже оказался не так прост, и несмотря на то, что на момент происходящего в книге он занимался устройством похорон, но, естественно, у него там очень интересное прошлое, и герой этот далеко не такой простой, каким он может показаться на первый взгляд, и он, естественно, вообще не скован в средствах, он ведет свое независимое расследование, и вот периодически они своими гипотезами сверяются, степенно эта парочка все-таки встает на тот путь истины, и начинает догадываться, что же на самом деле здесь происходит, что же это за красные цепи, и вот если я вам постараюсь хотя бы несколько сюжетных составляющих здесь пересказать, вы, наверное, подумаете, что, ну, это какая-то каша, и невозможно это все в единое приключение связать, но вот действительно по итогу эта книга стала для меня идеальным, совершенно лучшим просто приключением, где есть и древний вампир, который обладает секретом бессмертия, есть здесь, кстати, и история в истории, потому что Гронский раскапывает, вернее, к нему в руки попадают древние, ну, не летописи, рукописи, где рыцарь рассказывал, как он наблюдал, как создавался вот этот эликсир бессмертия, рассказывал там про свою хозяйку, и когда ты читаешь древнюю рукопись и понимаешь, что ее события находят отражение в настоящем, у тебя просто мозг взрывается, в плане сюжета здесь совершенно невероятное, вот такое концентрированное и заваренное зелье из истории, из древних легенд, из философского, ну, не из философского камня, из эликсира бессмертия, из древней нечисти, и все это потрясающе сплетается, с замечательным авторским языком написано, то есть ты читаешь и понимаешь, что это вот тот сорт развлекательной литературы, которая у тебя даже не сразу язык поворачивается, назвать просто развлекательной литературой, настолько здорово это действительно сделано, и главная проблема у этой книги, у нее давненько уже не было переиздания, вот это, по-моему, 2018 год, и я читала сама книгу в электронке, и вот этот томик я нашла на Авито за совершенно неадекватную для его вида бумажной обложки стоимость, но мне так хотелось именно вот эту изначально дилогию, есть еще третья книга, культ иметь своей домашней библиотеки, именно вот в этих обложках, что я когда увидела в продаже, вообще про цену даже не думала. А, еще забыла про героев, интересный момент рассказать, в плане их внешности я тоже вспоминала про Скалли и Малдора, потому что Алина имеет такие рыжеватые волосы, и вот по описанию ее внешности я прямо представляла там Скалли из первых сезонов, и Родион Гронский тоже он такой высокий, и хорошо сложен, и тоже темноволосый, для меня внешне это тоже были Скалли и Малдор из первых сезонов, и отношения у них такие же, изначально очень недоверчивые по отношению друг к другу, но и до какой-то там любовной романтической линии они тоже не доходят, вот все на таких получувствах, полуприкосновениях, безумно мне понравилось, развитие вот и, не могу ее назвать романтической, дружеско-партнерской, партнерской именно сюжетной линии, и совершенно другими глазами я уже взглянула на Молот Ведьм, здесь другое расследование, ведет его одна Алина Назарова, Гронский куда-то пропал, и вот все ее страдания я прекрасно теперь понимала, потому что когда я читала эту книгу впервые, ну да, был у нее когда-то напарник, ну хорошо им работалось, но и явно он там важен для расследования, но я особо не понимала ее именно душевных переживаний, здесь же я сама просто вот с разрывающимся сердцем читала, как она пыталась его найти, и здесь вообще и Алина, и Родион, воспоминания о нем уходят немножко на второй план, потому что здесь главное действующее лицо это Инквизитор, и тоже когда я ничего не знала про составляющую мистическую, я начинала читать и думала, что это просто поехавший маньяк, который отлавливает девушек, пытает их очень жестоко, потом убивает, сжигает тела, и сбоку вбивает табличку ведьмы, но здесь все гораздо сложнее, и в плане ведьмовства, и того, насколько это ужасное, и в современности, и в мистическом плане, и в любом плане, насколько это отвратительное явление, и насколько реальное ведьмовство, и вот ведьминские всякие эти штучки, без романтизации, насколько они отвратительным выглядят, и это не вот это ВИЧ-эстетик, где острые шляпки, там какие-то старинные юбки, эта книга по-настоящему отбивает всякое желание, хотя бы вот чуть-чуть даже касаться этой эстетики, для меня это теперь тема абсолютно закрытая, даже там на заставку куда-то на телефоне, что-то такое я себе не поставлю, потому что, мол, вот ведьм, очень неплохо прочищает мозги в плане мерзости всего, что здесь происходит, и немножко подытоживая свои впечатления, для меня это идеальные приключенческие книги с классной детективной составляющей, с невероятной просто атмосферой, с героями, которые в себя влюбляют, и я когда «Красной цепи» заканчивала, естественно, полезла в библиографию автора, и книга написана больше десяти лет назад, уже вышло первое издание, и я понимаю, что про тех же героев больше не выходило ничего, и я просто страдаю, потому что мне так хочется еще одно расследование именно «Алины с Гронским», еще одну вот такую серию секретных материалов по-русски посмотреть, но в любом случае буду изучать, что автор сейчас пишет, может, что-то еще интересное для себя найду, и если вы любите мистику, если любите что-то необычное и очень-очень увлекательное и с классным авторским языком, от всей души вам советую, на Литрес есть, в электронном виде вот я прочитала и не обломалась, ничего страшного, поэтому обратите внимание на книги, а я еще помню, что обещала вам видео с книгами, которым обязательно нужны переиздания, поэтому «Красные цепи» там обязательно появятся. Следующая совершенно великолепная книга Майя, это «Яна Легчина» и ее «Лихо. Медь и мед» это первая часть трилогии, и можно я еще сразу скажу про названия, потому что они мне очень нравятся, «Медь и мед», вторая часть будет называться «Двенадцать железных цепей», и третья «Игла из серебра», и вот, кстати, и ко второй части, и к третьей уже есть намеки, что это будут за... к чему будут отсылать эти названия. И я чаще всего, когда рассказываю про фэнтези, говорю, что «Вау, здесь вот такой сюжет, что можно автору простить и какие-то писательские в плане стиля о грехе». Или же это написано таким невероятным языком, что и сюжет не важен, то, как автор излагает свои мысли, можно абсолютно любой текст и абсолютно любые события настолько прекрасно изложенные читать. И вот в этой книге сочетается и первое, и второе, потому что и сюжет потрясающе увлекательный, и с вот это поворотом, и с... где нужно плавно развивающаяся, где нужна динамика. Сразу же тебя, как читателя, подхватывающий и увлекающий, и с другой стороны, это написано таким потрясающим писательским, вот, кружевным языком. Не очень люблю этот эпитет, потому что он, мне кажется, таким довольно избитым уже в плане описания того, как автор создает свои произведения. Но действительно, ты читаешь, и как будто вот разглядываешь и вычитываешь какую-то вязь из слов, которая тебя невероятно погружает в атмосферу, и которая тебя от книги просто не отпускает. И вот это язык, который льется, течет, переливается, и ты только и успеваешь подмечать, а как красиво вот это сказано, а как здесь мысль интересно завернута в словесную форму. И что касается атмосферы в этой книге, ее позиционируют, и, насколько я понимаю, ее обозначают как славянская фэнтези. И если говорить о книге в разрезе жанра, то для меня это будет абсолютный идеал славянского фэнтези, очень насыщенного славянского фэнтези, потому что здесь нет конкретно, ну, допустим, Древней Руси. И вот если в той же Королевской крови ты читаешь и понимаешь, какая страна на какой основана, что вот здесь Германия, вот здесь Россия там явно, то здесь такого нет. Здесь скорее атмосфера и вот такой общий антураж. Древней Руси, там, польского княжества, явно что-то вот западноевропейское здесь можно рассмотреть. И вот погружаться в атмосферу и видеть вроде как, ну, основу отсылки к нашему миру было здорово рассматривать и в историческом, и в антуражном плане, но вместе с тем совершенно в новый мир погружаться. Итак, у нас здесь мир, где живут колдуны. Колдуны эти объединяются дворами, и над каждым двором есть свой главный чародей. И вот эти дворы между собой в постоянных невероятных интригах. И вот это один из самых главных для меня сюжетных плюсов книги. Насыщенность политикой, насыщенность интригами, и здесь нет абсолютно добра и зла. То есть нет какого-то двора с хорошими колдунами и двора с плохими. Здесь все плохие, все сложные, и у них еще и очень запутанные взаимоотношения. И вот если кратко и концентрировано рассказывать про сам сюжет, то здесь как бы две сюжетные линии. Первая из них касается главной героини Альжаны, которая бежит из своего двора, хочет переметнуться в другой, но получается так, что ее начинает преследовать некое чудовище. И вот описание этого чудовища, это было невероятно, хотел сказать страшно, но скорее атмосферно, и вот берущий тебя за душу. Вот когда ты смотришь глазами героини на него, действительно в некоторых моментах прямо становилась вот так, очень погружаешься ты в эту историю, и поэтому начинаешь сопереживать персонажем. Что касается, кстати, Альжаны, она тоже очень живая. То есть здесь нет истории избранной супергероини, которой все удается, которой уготована изначально великая миссия. Она со своими слабостями, она со своими пороками, недостатками, она обычная, живая, и ты прекрасно понимаешь, ну не то, что можешь себя ассоциировать с этой героиней, но она абсолютно не раздражает, и это тоже еще один очень важный плюс. И вторая сюжетная линия такая более детективная, потому что нужно расследовать, кто создал это чудовище, с какой целью. Больше основано как раз на политике и вот на этих хитросплетениях и интригах между дворами. Интересная здесь еще система магии, которую я вам рассказывать не буду, но у каждого чародея и у каждого колдуна, у каждого двора, вернее, есть как бы своя система, своя методология использования магии. То есть это не просто, что вот существует какой-то волшебный облако или какой-то определенный набор заклинаний, и все его могут использовать. Это действительно интересная, ну практически наука. И еще, что важно по сюжету, здесь есть и классное столкновение языческой, ну не религии, языческого миропонимания и мироустройства, которое больше основано, опять же, здесь нет христианской религии, но религии такой более просвещенной, более современной. И вот этот переход, и вот это столкновение между язычеством и, ну буду условно называть, христианством, здесь тоже потрясающе раскрывается. То есть лично для меня это абсолютно идеальная фэнтези, которая по своим сюжетным составным частям, по своему стилю написания настолько идеально сплетается, что тебе хочется вот просто всем говорить, пожалуйста, прочитайте. Единственное, возможен здесь порог вхождения, потому что начинается всё сразу и начинается быстро, и я вам советую хотя бы страниц 30-50 вчитаться, и дальше просто не сможете оторваться, и будете вместе со мной ждать и вторую, и третью части. И вот, кстати, важный вопрос, если прочитали, и вам что-то не понравилось, или вот хотя бы видите какую-то деталь, к которой можно притраться, вот, пожалуйста, напишите мне об этом, потому что я, когда к прочитанному готовлюсь, я всегда стараюсь, ну, хоть какие-то минусы в книге найти, даже если она мне безумно понравилась, и, ну, постараться обозначить, что вот тому, кто не любит это, вот это может не понравиться. Ну, допустим, если вы не любите мистические разгадки детективных историй, и вот в детективах, даже где кажется мистика, в итоге ждёте, что всё объяснится, то нет, здесь объясняется всё абсолютным колдовством и паранормальщиной, и вот если вы такое не любите, книга вам не понравится. Здесь я вообще не знаю, к чему придраться. Ну, вот если только вы в целом фэнтези не читаете и не рассматриваете, как серьёзный жанр почему-то, то эта книга ещё и сможет вас переубедить, потому что это просто замечательно. Кстати, у Яны Легчиной я же читала дилогию «Год змея», дочитывала, вернее, в этом году, и вот «Лихо, медь и мёд» мне даже понравилось немножко больше, потому что «Год змея» была более такая плавная, напевная, такая легендарная, сказочная история. Здесь уже больше такой фэнтезийной динамики появилось. Следующую книгу я прочитала исключительно по вашим советам. Это Алексей Поляринов и его риф. Я как-то обмолвилась, что заинтересовалась темой сект. Совершенно случайно на Ютубе посмотрела видео, где рассказывались реальные истории людей, которые вот в нашем современном мире до сих пор попадают в секты. То есть чаще всего это люди, которые уже выбрались оттуда, ну и рассказывают, что в их жизни происходило, в какие секты их затягивало, и довольно там грустные истории, из которых я, в общем-то, сделала вывод, что человек счастливый, человек, который имеет опору в своей жизни в виде родных людей, в виде семьи, в виде друзей, с очень маленькой вероятностью в секту попадет, но даже самого разумного человека может какая-то неприятность, может какое-то событие подкосить, и тогда он пытается найти, ну вот хоть где-то успокоение, и таким образом попадает в секту. И вот это произведение в замечательном литературном виде показывает, как как раз массы или конкретные индивидуумы влияют на конкретных людей, то есть как человек, насколько человеческая психика пластичная и подвижная, и как вполне разумного человека действительно можно затянуть в секту, или как он может попасть под очень серьезное влияние другого харизматичного или яркого человека. Если рассказывать про сюжет, то здесь три истории трех девушек, которые так или иначе сталкиваются вот с этим погубным влиянием. Во-первых, история девушки Киры, которая живет в выдуманном северном городке, это очень закрытое сообщество, и вот я в этой истории рассмотрела размышления о том, насколько закрытость сообщества погубно влияет на внутренние настроения, то есть постепенно вот эта законсервированность начинает как будто бродить, перевариваться, и ничего хорошего из этой закрытой общинности не получается. Вторая история девушки, которая живет в Америке, занимается она антропологией, и у нее очень харизматичный, очень яркий научный руководитель, под чье влияние тоже она попадает. И, наконец, третья история девушки из Москвы, у которой мама попала в секту, и там очень сложный моральный выбор, как ее вытащить и нужно ли ее оттуда вытаскивать. И в итоге все эти три истории еще и очень интересным образом между собой переплетаются. Действительно классно по сюжету, немножечко разорвано, но я в конце, как бы, ты понимаешь, ради чего это было сделано, и именно структурно, это вот ради этой структуры написаны три истории, что три разных точки зрения на влияние на людей, и плюс все это еще сплетается. Еще хотя бы в паре слов хочется отметить авторский стиль повествования, потому что здесь очень яркие персонажи. Я вам буквально вот один абзацик зачитаю, чтобы вы понимали, как с помощью нескольких предложений писатель может показать вот целую личность. Здесь речь идет про мать Киры. Тритонов мать от чего-то боялась. Так же сильно и глупо, как слоны боятся мышей. Еще она боялась красоты. Или даже не так. Красивые, изысканные вещи приводили ее в ужас. Увидев что-то красивое, она тут же в уме считала, сколько оно может стоить. Причем считала не в рублях, а в булках хлеба и килограммах мяса. Для Киры ей, в общем-то, ничего не было жалко. Подарки на дни рождения, хорошие одежды, учебники. Все это Кира получала. Но за красивые вещи всегда расплачивалась тем, что постоянно должна была выслушивать причудливую материнскую математику. На эти деньги можно было год питаться свежими отбивными. А это целых 40 булок Бородинского. И вот буквально за такое описание черты характера ты уже как будто представляешь себе целиком человека. Понятно, что характеры в целом здорово раскрыты и поступками, и диалогами, и действиями. Но даже появление какого-то второстепенного персонажа настолько ярко, что ты просто видишь его перед собой. Если вас действительно волнует тема сект современности, если вы тоже не понимаете, откуда они берутся, как они образуются, и как человек туда может попасть, вот в литературном виде, я вам очень советую обратить внимание на риф. Это было здорово, сильно интересно, и вместе с тем увлекательно читалось. Дальше, наконец-то, я дочитала идеологию Королевства моста. Первую часть читала в прошлом году, и это классный зарубежный ромфанд. Очень здорово он уместился именно в две части. Первая из них была знакомством с миром, знакомством с героями, и вторая часть это уже такая динамичная развязка. И понятно, что события и итог второй части я не смогу вам рассказать, но если вы ищете классный зарубежный ромфанд, не стыдный, с интересной политической составляющей, а здесь мост, это такая торговая артерия, и вот кто владеет по чьей территории этот мост проходит в фэнтезийных королевствах, тот якобы и владеет всем положением, всем миром. Изначально главная героиня попадает на территорию этого королевства как такая засланная шпионка, ассасин практически, и должна она разрушить королевство изнутри. Но в итоге она обнаруживает, что это самое ужасное, злобное королевство моста, которое всех остальных людей держит в черном теле, что оно совершенно иначе выглядит изнутри. И вот открывать вместе с главной героиней политические интриги было очень здорово. Ну и романтическая история мне, кстати, тоже здесь понравилась, потому что в чем состоит история шпионки, ее выдают замуж за короля вот этого самого королевства моста. И натворила она, конечно, дело, исполнила она свою миссию, которая привела совсем не к тем последствиям, которые в итоге можно было бы считать положительными. И вот во второй части она с ними разбиралась. Мне понравился рост главной героини Лары, потому что изначально она сильная, ловкая, умелая, физически и обладающая якобы нужными знаниями, но при этом совершенно не приспособленная к реальной жизни и не видящая реальную картину и реальное политическое положение. И вот во второй части она уже как будто с развязанными глазами может действовать. Это было здорово, и эта фэнтезийная идеология точно остается на моих книжных полках. Еще одна книга, про которую я уже успела немножко рассказать вам в ритейлингах, но про нее на самом деле многое и не расскажешь. Это Джан Харрис и ее синяя соляная тропа. Это по сути легенда, которая более полно рассказанная. Если вы не знаете, кто такие шелки, если вы никогда не касались этой мифологии, то я вам очень советую прочитать, потому что замечательно, плавно и красиво рассказанная здесь история. И читается она действительно как такая морская легенда. И вот сюжет на эту историю даже странно рассказывать, это как рассказать какую-то сказку или легенду. Здесь важно ее читать, важно самому все мельчайшие детали, все каждое предложение рассматривать и прочитывать, воспринимать. Замечательная здесь именно легендарная и такая совершенно нереальная атмосфера. И вместе с тем это история о юноше из народа Шелки, который влюбляется в человеческую девушку и она проявляет невиданное коварство, пытаясь сохранить свою любовь или привязать его к себе. Ну и естественно, выливается это в интересную историю. Если любите небольшие, красиво оформленные произведения, нравится морская тематика и еще хотите получить такую как бы русалочку наоборот, то обратите внимание. Следующую книгу буквально вчера или позавчера я выпускала читательский дневник на яму Бориса Акунина. Это продолжение серии про Фондорина. Я говорю именно про Фондорина, а не про Массу, потому что Масса здесь как доктор Ватсон у Шерлока Холмса выступает таким рассказчиком, но вспоминает и большая часть книги является приключением именно с Фондориным, которое происходит сразу после завершения событий в ночь на 1900 год. Ту самую ночь, когда происходили события повести из нефритовых четок из сборника рассказов. Повесть называлась «Узница башни» или «Краткий, но прекрасный путь трех мудрых». Там Фондорин вел расследование вместе с Шерлоком Холмсом, естественно, вместе с Массой, вместе с доктором Ватсоном против Арсена Люпена. И вот буквально там заканчивается дело, и с этого же начинается следующее приключение. И я, когда в Телеграм-канале у себя показала книгу, что читаю, мне стали спрашивать, можно ли с нее начинать, и я так смело сказала «Да, можно!» Потому что я читала первую часть, которая действительно являлась, ну вот как обычно, фондоринские расследования начинаются, якобы законченным детективным делом. Но чем дальше я книгу читала, тем больше понимала, что она написана вот именно для фанатов, потому что здесь очень многое основано на истории рода фондориных, и здесь не просто нужно знать фондоринские приключения, и вот нефритовые четки, и желательно алмазную колесницу, а еще очень бы неплохо знать события сокола и ласточки, чтобы понимать, что там в роду были за корсары, что за крестоносцы, и откуда вообще фондорны изначально взялись, и почему они превратились в фондориных, потому что здесь этого особо не объяснялось, а это нужно для понимания истории. В целом, мне, конечно же, понравилось, но я не могу быть объективной к этой книге, и если покопаться, я могу найти здесь к чему придраться, и к образам самих героев, они вот как будто слишком, слишком сами на себя похожи. Я прекрасно понимаю, что эта претензия странновато звучит, но вот в нефритовых четках, которые я только закончила перечитывать, есть повесть «Долина мечты», где Фондорин, по сюжету которой, Фондорин прибывает в Америку, и ему там кажется все чрезмерным, то есть он ест какой-нибудь стейк, и он вроде вкусный, но он слишком наперченный. Если человек высказывает свои эмоции, он слишком по-актерски как-то ярко это делает. Если человек стреляется, то делает он это слишком на показ, как будто для зрителей, и вот там Фондорин от всего окружающего чувствует вот эту слишком большую насыщенность. И вот здесь я тоже в маленьком произведении по объему чувствовала, как будто слишком много всего. И в конце еще вот азиатская мифология приплелась, и все это свойственно для Фондорина, все это свойственно для его приключений, ну как будто немножко вот too much всего. Но в целом, еще раз, я абсолютно довольна, и даже если вот такого уровня книги будут выходить хотя бы с какой-то периодичностью, я с огромным удовольствием буду читать. Ну а если хотите чуть подробнее и больше разговоров про моего любимого Фондорина, то у меня читательский дневник вышел. И, друзья мои, первая часть прочитанного за этот май заканчивается, скоро я вернусь к вам с новыми книгами, и наконец-то поговорим мы про Анатолия Иванова, поподробнее расскажу там про недавно прочитанную семейную сагу, и я движусь к съемке этого видео, большой подборке с семейными сагами. Все еще можете написать мне какие-то советы по поводу интересных историй и больших историй каких-то семей, но мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!